Теперь я беру эстафету. Да, я думаю, у нас будет более такой теоретический обзор, в принципе, угрозы и как им противостоять. И первое, о чем хотелось бы сказать, это безопасность банковских карт. Но я думаю, это не секрет то, что банковские карты вошли в нашу жизнь уже давным-давно. Мы получаем зарплату туда, переводим деньги родственникам, плачиваем счета и так далее. Но, однако, несмотря на то, что технология не нова, ежегодно выходят огромные отчеты о утечках. И одна из наиболее крупных утечек была в 2013 году, когда американская компания Target получила известие о том, что у них было украдено более 40 миллионов счетов банковских карт, что стало одним из самых крупных инцидентов в этой сфере. Соответственно, хотелось бы рассказать о самой главной угрозе, которую нас могут ожидать. И самое первое – это скимминг. Кто здесь слышал про скимминг что-нибудь из присутствующих? Немногие. Ну, хочется обратить то, что в России, скорее всего, эта угроза за вами особо грозит. Скимминг – это атака, которая подразумевает установку специального устройства скиммера на кардридер банкомата. То есть, когда человек подходит и вставляет свою карту, он считывает магнитную ленту и перезаписывает ее на болванку. И после этого можно будет, соответственно, использовать эту карту, какую-то она ваша. Это очень распространено в США и Канаде, поскольку там до сих пор имеют место банковские карты старого типа, которые используют только магнитную ленту, без чипа. То есть, также это связано с тем, что по сравнению с Россией нам как-то с этим повезло. Во-первых, меньше банкоматов, в принципе, и зачастую вы, скорее всего, их увидите в защищенных местах, то есть в торговых центрах, либо в банковских отделениях, там везде основные камеры. Поэтому скиммерам, людям, которые занимаются скиммингом, им гораздо тяжелее это программировать у нас. Плюс они часто выбирают банкомат, который находится на улице. Я думаю, в России, ну, крайней мере, в Москве вы мало видите банкоматов на улице. А еще пин-код, да? То есть, нового. Ну, скиммеры, да, они еще устанавливают сверху клавиатуру, на которой вводится пин-код, и там они тоже, соответственно, могут перехватывать вашу форму. Но самое главное, да, либо камеры, да, то есть обустроиться в бесконечное количество, но самое опасное все-таки копирование манитной ленты. И второе, вторая угроза, которая уже ожидает вас, скорее всего, это использование протокола TTP при онлайн-оплате. Как мы сегодня уже много раз говорили, протокол TTP был создан еще в начале 90-х, когда придумали собственный интернет для общения в World Wide Web. Соответственно, при помощи этого протокола данные летают в открытом виде, и здесь может быть применима атака человек по середине, когда ваши данные можно просто перехватить, посмотреть, что вы отослали, потом посмотреть ответ, который пришел вам, и таким образом спокойно читать вашу переписку. Поэтому, если вы оплачиваете какие-то товары в магазине, то рекомендуется использовать протокол HTTPS. Вы можете его наблюдать на браузере, такой зелененький замочек в магазине. Соответственно, когда вы используете HTTPS, ваши данные будут зашифрованными, и их переводить становится гораздо сложнее. Поэтому давайте подумаем, как, в принципе, выбирать эффективные карты. Но, опять же, для России это, в принципе, менее актуальная проблема. Значит, первое — это использовать надежные платежные системы. Я думаю, все из вас слышали о таких гигантах, как Visa и MasterCard. Но, однако, существует огромное количество локальных сервисов, которых мы мало что знаем, и не рекомендуется их не использовать, поскольку, что Visa и MasterCard используют наиболее передовые технологии в защите данных, и им можно доверять. Исключение составляет только, наверное, Китай, где, скорее всего, у вас будет работа Union Express, но его, в принципе, тоже можно отнести к таким гигантам. Следующее — наличие чипа. Используя скимминг, злоумышленники еще не научились моментально копировать данные из чипа, поэтому наличие его на карте также защищает вас при оплате. Соответственно, использовать магнитную ленту тоже не рекомендуется, даже у нас. Следующее, очевидно, — это наличие слабо-предсказуемого пин-кода. То есть, ну, уже говорили, Сергей уже рассказывал сегодня о том, как лучше придумать пароли. То есть, это не год вашего рождения, не номер вашего дома на вашей квартире, не любимое число в 12 лет, о котором вы всем рассказываете. То есть, пин-код должен быть слабо-предсказуемым. Следующее — это подключение смс-уведомлений. Зачастую, если с вашей карты происходит какие-то странные действия, какие-то транзакции, которые вы не совершали, вы получаете сразу смс-уведомление, и вы можете быстро отреагировать на это тем, чтобы позвонить в банк, сказать, что вот, заблокируйте, пожалуйста, мою карту, с ней происходит что-то не то. Если же у вас этой услуги нет, то мы рекомендуем вам скорее ее подключить, поскольку даже у нас при потее, особенно карты, смс-уведомления очень часто решают различные инциденты. Следующее — 3D Secure. 3D Secure, я думаю, большинство все-таки слышит, что такое. 3D Secure — это как раз-таки еще один пример двуфакторного проведения транзакций, скорее. То есть, когда вы оплачиваете в интернете, вы вбиваете свои данные на сайте, то есть номер вашей карты, ЦВВ-код, дату, когда истекает срок годности карты и ваше имя-фамилия. После этого вас прикидывает на страницу вашего банка, где вы получаете одноразовый пароль, который, скорее всего, злоумишник не перехватит, вы его уходите, и таким образом банк подтверждает то, что действительно вы совершаете эту транзакцию. И последнее — это виртуальные карты. Виртуальные карты, наверное, ну, лично я, допустим, редко когда их использую. Виртуальные карты — это способ, когда вы можете один раз или на какое-то определенное время выпустить виртуальную карту, которая не имеет какого-то физического представления, которая имеет ограниченное время жизни, ограниченный лимит денег, и, используя ее при онлайн-покупках, вы не раскрываете данные вашей настоящей карты. То есть, если, допустим, вам так не повезло, вы зашли на фишинг, вы сайт что-то купили, то ваши данные не будут раскрыты, и, соответственно, ваши остальные деньги, которые вы не потратили, они останутся у вас. Базовое правило поведения. Как бы это все может быть очень, кажется, очевидным, но люди это не соблюдают, и, соответственно, из этого выстекает очень огромное количество инцидентов. Первое это не давать никому свою карту, и никому это значит никому. То есть, опять же, это тоже ориентировано за рубеж, потому что там официанты очень часто любят забирать карты и оплачивать их на кассе, ну, проводить их на кассе. Такого допускать, конечно же, нельзя. То есть, если вы приходите в ресторан и вас просят карту, чтобы оплатить ее где-то, настаивайте на том, чтобы терминал принесли либо к вам, либо вы процедуете за человеком, или самый, наверное, приличный пример, это когда вы даете ребенку карту, чтобы пойти купить себе конфету. Ребенку могут сказать что угодно, отобрать эту карту, приложить к скиммеру, чему угодно, поэтому всегда настаивайте на том, чтобы оплачивали именно вы, а если вам нужно поделиться деньгами с членами вашей семьи, все-таки создайте модельные карты, привязанные к вашему счету. Следующее, не использовать карту в сомнительных местах, это, опять же, уличные банкоматы под Сергиевым Посадом, лучше, конечно, их избегать в темных переулках. Третье, не давать никому свой пин-код, а также CVV. Ну, я думаю, это очевидно, разбирать на суд и здесь глубоко не будем. Четвертое, использовать сайты с HTTPS, приключениями, прямой покупках, мы также с вами обсудили, просто это надежнее и безопаснее лично для вас, и избегать подразделительных ресурсов. То есть, если вы нашли какой-то нужный вам товар на 90-ой странице Google An, сайт хостится в Индии, и вы не можете прочитать, что тут описание товара, но вы просто видите картинку, лучше вам, наверное, не покупать там, а лучше дождаться, когда в вашем магазине товар снова завезут. Далее, безопасность личных данных. А, извините, а можно маленькое или, по-моему, HTTPS? А, пожалуйста. Если только не очень долго, потому что... Многие не знают, что идентификаты бывают разные. И ДВМ, которые только ДВМ проверяют, получить очень легко, поэтому в прошлом году, у меня было много случаев, когда сайты с похожими именами копировали интерфейсы банков, то есть... Пишите чуть-чуть. А вы про это все? Изменяйте. Далее, безопасность личных данных. Ну, здесь такой небольшой раздел, он скорее для того, чтобы вы экономили себе нервы, время и деньги, потому что очень часто бывает такая ситуация, что вы купили 10 лет назад себе жесткий диск, приходите домой, включаете компьютер, он не работает. Или вы приходите домой, включаете компьютер, переведите нам 3 биткоина, чтобы зашипать ваши данные. Нервы... Ну, 2016 год, по-моему, был самым популярным на эту тему. Соответственно, нервы, деньги, слезы, истерики, это все никому не нужно. Поэтому здесь довольно простые правила, это делать такую прекрасную вещь, как бэкап. Сегодня существует огромное количество доступных всем по деньгам и возможностям способов как-то осуществить. Есть облачные сервисы, есть физические носители, которые недорого стоят. Поэтому рекомендуется хотя бы раз на несколько месяцев копировать на эти носители ваши чувствительные данные. То есть данные по работе, любимые фильмы, музыка, не знаю, то есть, как бы, несмотря, чем вы дорожите в продвизде. Вот. Облачные сервисы, опять же, огромное количество OneDrive, iCloud, различные амазоновские и так далее. А, ну, физические носители, обычно, внешние жесткие диски. Очень удобные. Далее. Тема, которая куча докладов прозвучала еще лет 20 назад, однако данный вид атаки остается самым популярным и наиболее успешным до сих пор. Это фишинг. Все, я думаю, тоже слышали, что такое фишинг. Давайте просто немножко статистики с сайта Secure List посмотрим, 2017 год. Значит, каждое второе письмо, в общем, в трафике в сети было фишингу, то есть в спамах. Следующий факт, как всегда, крупный источник писем это США, и было, ну, просто цифры, то, что более 200 миллионов срабатываний было системой антифишинга. Люди не умеют учиться на ошибках. Самые главные топики писем в 2017 году были, как всегда, какие-то актуальные и известные темы, плюс что-то стандартное. То есть вы выиграли миллион, видите по ссылке. То есть выигрыши и природный катаклизм и стандарт, криптовалюты, майнинг, 2017 год, всем известно, всем было интересно эта тема. Наследство. Что, что? Наследство. Ну, наследство, там тоже будет про наследство, дальше не переживайте. Вот то, что, вот посмотрите, потому что фишинг переживает нашли в PS. 2017 год был очень просто полон примеров, когда приходили просто очевидно фишинговые письма, но исследователи антиспам, а точнее антиспам аналитики, когда анализировали, что за ресурсы они использовали, они увидели HTTPS, причем зачастую подписанные даже нормальными отвезающими организациями. То есть, и это стало популярно, вот как раз таки здесь приведено, то, что появились такие сервисы, как Let's Encrypt и Komodo, которые до 90 дней предоставляли валидные сертификаты. И, то есть, если раньше в виде письмо, и даже приходя по ссылке в виде HTTP, вы сразу закрывали ее, то теперь вы даже не понимаете, а что, может, это новый сервис, какой-то новый домен заингистрировал вам Google, Amazon и так далее. Стало гораздо опаснее, и больше было гораздо совершено инцидентом с этим вопросом. Почему же фишинг работает? Здесь все человеческий фактор, то есть, все любят бесплатный сыр. То есть, какие бы мы все ни были с вами добрые и хорошие, все равно все лишний раз, наверное, захотят получить какую-то халяву, то есть, второй автомобиль в подарок, третий пончик бесплатно за то, что перейдете по ссылке и так далее. То есть, бесплатный сыр работает почти всегда. Второе, потому что люди боятся. Я думаю, никто из вас не хочет проснуться с утра и получить сообщение о том, что ваш банковский счет был заблокирован, срочно сочетитесь с нами или отправьте нам свои паспортные данные. То есть, люди с просонними, скорее всего, будут бежать в банк или отправлять все, что угодно, чтобы только их разблокировали. Ну и третье, посмотри, какое платье мы купили Маруси, и Маруси это либо ваша хорошая подруга, либо ваш злобный враг. И вам интересно, то есть, либо как-то похвалить это, либо как-то, наоборот, что-то плохое написать. То есть, бесплатный сыр, страх, любопытство. Все. Абсолютно нормальные человеческие, так сказать, страсти, которые работают, в принципе, фишингом. Здесь вы можете видеть примеры фишинга и фишинга из реального тестерина на проникновение. Я думаю, здесь текст не очень хорошо видно, но первое письмо, оно было адресовано сотрудникам от лица директора IT-отдела с информацией о том, что для сотрудников остается новый портал, ссылка на личный кабинет, введите свои старые данные, чтобы в него войти. Как показал результат, многие люди верят. То есть, они переходят, просто обычная бейзик-авторизация, без каких-либо картинок, они бивают свои данные и их пересылают на старый сайт, а мы видим их данные. Если что, мы использовали очень похожее доменное имя на имя сайта той организации. Вы проверяли сотрудников своей компании? Да, с целью инженерии было. Не своей. Ну нет, не своей, да, это был заказ. Вот, соответственно, и второе письмо было адресовано от лица директора отдела по информационной безопасности с информацией для сотрудников, то, что в связи с кибератаками мы хотим провести тренинги по повышению квалификации, скачайте, пожалуйста, расписание. Все качали расписание, все его прекрасно открывали, более трех тысяч запросов пришло. Замечательно. Давайте обсудим, как же все-таки обнаружить фишн-гвард-ап. Первое, это неизвестный искаженный адресат отправителей. То есть, если вы заходите и видите, что слово Google написано с двумя нулями, а не двумя О, это вполне первая причина, чтобы задуматься, переходить ли по ссылке и открывать ли письмо. Второе, когда письма не соответствует стилю отправителя, то есть, если вам приходит письмо от мамы, приветики, перекинь мне на телефон, пожалуйста, 150 рублей целую чмавки, я думаю, вряд ли ваша мама вам так напишет. То есть, как бы у всех разные мамы, я понимаю, но первым делом надо смотреть, в принципе, на контекст письма. Или там то, что ваш начальник не будет вам писать, как-то, эй, привет, дружба, и так далее. Третье, провокация на какие-либо действия с профессиональными данными. То есть, банковский сотрудник не будет вам писать, скиньте заднюю фотографию вашей карты, мы сейчас хотим проверить, все ли данные валидны. Четвертое, безличное обращение в письме. Особенно это характерно для массовых фишинговых атак, то есть, добрый день, здравствуйте, привет, и какой-то странный контент дальше, нам это неинтересно. Ну и, стандартные, значит, банковский оператор, богатый дядя из Северной Африки. Я вас сейчас хочу видеть, у вас нет, скорее всего, богатого дяди в Северной Африки, не ведитесь на это. Все. Может быть, есть, ну, как бы, дай бог. Как противостоять фишингу? Здесь, в принципе, правила простые, и самое главное правило, это думать. То есть, переоцените ситуацию. То есть, когда вы получаете письмо... Ну, во-первых, сейчас современные антиспам-сервисы, даже того же Mail.ru, Яндекс и так далее, они сами умеют все хорошо отфильтровывать, иногда все-таки что-то просачивается, поэтому первым делом смотрите на отправителя. Если отправитель и тема письма как-то очень похожи на то, что вам могло это прийти, вы открываете, смотрите на контекст и стараетесь не перейти к каким-то ссылкам. То есть, следуем правилам из прошлого слайда. Второе, удостояйся в отправителе, то есть, грубо говоря, если вам все-таки вас не нуждают на такие действия с персональными данными и вы убедились, что это человек из вашего окружения, не поленитесь, позвоните, напишите через... напишите смс-ку, действительно, это был ли он, потому что спокойно мог компрометировать другие аккаунты и просто таким образом вытаскивать из всех остальных данных. Вот, ну и просто вам Виктор антивируса сказал, что антивирусы сегодня умные, они могут работать совсем. Далее. Программа-вымогатель. 2017 год, опять же. Значит, все знают определение, ну, примерно определение, что такое программа-вымогатель, как она работает. Ну, я, наверное, повторю, потому что кто-то сказал, что не знает. Программа-вымогатель. Это программа, которая попадает к вам на рабочую машину либо вашими же стараниями, либо при помощи каких-то системных уязвимостей, как, например, вымогатель Ванакрай, он использовал, по-моему, уязвимость Интерн Моглу, которая была уязвима для Windows Server 2016 года. И, благодаря именно этой уязвимости, он, в принципе, так быстро распространился. Хотя, что я говорю, здесь даже есть какие-то данные. То есть, Ванакрай за один день по минимальным оценкам заразил более 45 тысяч машин, распространился на 74 страны, и, как вы знаете, захватил многие машины наших государственных ведомств. Еще один пример подобного был вымогатель I Love You в 2000 году. По оценкам на 2018 год ущерб от 10 до 15 миллиардов долларов. Ну, и был несен в Книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный вымогатель, который был. Вот, соответственно... А это он вымогатель? Это просто червя, по-моему. Ну, он работает по принципу с его червя. То есть, он попадает на машины, потом по сети пытается распространить, и там же... Нет, он не был вымогателем. I Love You не был. Как он работал вообще? Ну, I Love You, насколько я помню, все-таки он... для того, чтобы его удалить, там все-таки он просил какие-то данные. Кроме, когда я искал эту информацию, он так уйдал, в крайней мере. Самый интересный – это Ванакрай. То есть, опять же, как работает программа-вымогатель? Вы качаете, допустим, какой-то файл. Опять же, используя метод социальной инженерии из темы фишинга. Вы качаете файл, допустим, картинка.gpk.exe и там, допустим, какая-то очень нужная вам картинка. Вы открываете, конец. Программа-вымогатель, она шифрует все данные, которые находятся у вас на жестком носителе, и говорит, что пока не снимешь мне 3 биткоина, ничего не расшифрует, ничего не там. Вот, и то есть, обидная ситуация, потому что, как бы, данные-то у вас есть, как бы никто ничего у вас не украл, но прочитать вы их не можете. Вот, соответственно, боролись-боролись с этим ванакраем и как-то не особо-то доборолись. Ну, насколько я помню, один из исследователей угроз просто зарегистрировал домен, на который обращался сам ванакраем, и после этого так остановился. Вот, нам сложно. Как защититься программа-вымогатель? Первое, мы уже сегодня говорили, создание резервных копий. Вас зашифровали, вы такие, хорошо, до свидания, выключаете компьютер, все стираете, заново ставите, у вас все хорошо, больше на сайт не заходите. Второе, настроить спан-фильтр. Это к той теме, что если вдруг вы заразились через электронную почту, значит, ваш спан-фильтр, скорее всего, плохо сработал, либо в базу не попали какие-то вектора, которые уже сработали. Соответственно, настройка спан-фильтра остается одной самой главной. Третье, создать бдительность происходящих файлов из интернета. То есть, опять же, здесь возвращаемся к трезвости оценивания ситуации. То, что нужно смотреть на расширение файлов, не скачивать файл от незнакомцев, не скачивать файлы с 90 страниц гугла на индийских сайтах, и все в этом духе. Четвертое, это регулярно проводить обновление безопасности. Это особенно, то есть, к обладателям macOS, обновление безопасности, они обычно проходят раз в две недели, раз в месяц, и их рекомендуется постоянно восстанавливать, поскольку они фиксируют какие-то критические баги непосредственно в самой системе, и самое главное, в браузерах, потому что сейчас, в основном, все заражение идет через ВЭК. Следующее, используют антивирус, но здесь, в принципе, очевидно. Антивирус обладает огромными сигнатурными базами, чтобы обнаружить такие программы, но и с каким-то эвритическим методом по поведению программы. И последнее, предпринимать профилактические меры преподозрительной активности компьютера. То есть, если вы любите играть в игры, вы скачали какой-то торрент-файл, это незаконно, если что не надо скачивать торрент-файл, нужно покупать игры, вы скачали этот файл, поставили, у вас начала лагать мышка или перестала работать калькулятор грубый, иначе, скорее всего, вы скачали что-то не то, но скорее запускать сканер, антивирус на весь диск и что-то решать с этой игрой, удалять там и так далее. Вот. Это как защититься. Ну, далее, вот здесь мы хотели привести три примера. Это не реклама, просто это безопасное решение, которое есть практически на все операционной системе. Следственно, это АВАЗ, Total Security 360 и Касперский Free. Вот. Ну, и здесь вы можете прочитать, что является самым главным антивирусом. По факту, это вы. То есть, если вы будете постоянно мониторить, какой контент вам приходит, куда вы нажимаете, куда переходите, что вы скачиваете, то вам даже никакой антивирус не понадобится. То есть, антивирус – это хорошо, но главное – это то, что у вас здесь. Хочу заметить про настройки операционных систем. Это даже вот именно настройки операционных систем – это главный антивирус. Да. И про это не говорилось ничего. Но все-таки, когда вы кликаете, мне кажется, более важно. Надо сделать какие-то выводы, наверное, уже. Бери, не пришло. Итак, выводы. Соблюдение минимальных правил безопасности может существенно снизить риски возникновения каких-то либо инцидентов информационной безопасности. Обучение персонала из своего ближайшего окружения – это всегда хорошо. Нужно передавать сведения из уст в уста. А также компаниям вообще в целом необходимо проводить аудиты безопасности, так как это помогает снизить риски и сохранить время и деньги. Спасибо за внимание.